Вы займитесь, знаете какую историю? Если сложно, давайте напишем, если не сложно. Вот еду, у нас остались такие, даже по речной просто беру, да. Идут новые остановки. И бах, там попадаются две, которые уже, ну, они может быть где-то и хорошие, где-то еще что-то. Но нет такого подхода даже с точки зрения того, что их уже и не помоешь, и где-то не почистишь, где-то карбонат, там, вместо стекла. То есть, мне кажется, мы уже должны другую планку перед собой ставить. Тем более, посмотрите, как вы даже научились мыть остановки. У нас сегодня другой стандарт. Надо пересчитать. Давайте посмотрим, сколько таких есть. И отменяя письмо, включимся, их поменяем. Вы не смотрели, сколько у нас таких остановок? Мы смотрели, значит, у нас всего остановок 243. Но это по округу. 203 по округу. 203 получается у нас с оборудованными павильонами. Из этих 203 115 – это остановки нового формата. Горстандарт, горцентр. Вот, значит, вот такого формата. Значит, то, почему мы когда-то не поменяли на речной и в городе, посадочные площадки были заужены. Они менее трех метров. И по нормам безопасности нам надо было минимум 2 метра от переднего края бордюра. Поэтому не стали их менять. А сзади земли уже, ну, иного собственника. После того, как мы поставили остановку вот на узенькую, на Мироторге, в принципе, нормальная остановка, да? Так можно же такие же и ставить там. Благодаря жителям Ильинских лугов мы теперь можем применять стандарты, где раньше для вас казалось бы, что нельзя, а сегодня можно. Ну да. А посчитайте, какие позиции. То, что вы говорите, даже там по речной, нам сзади даже сделать метр, это, ну, не разграничка, там я не вижу вообще никаких проблем. То есть это все спокойно возможно, тем более там деревьев в рубеже, там метра их точно нет. Надо будет посмотреть. Меня только всегда смущает история, чтобы каких вырубок. А в этом плане посчитаем, по крайней мере, перед собой задачу поставим и будем к этому стремиться. Ладно? Спасибо.